Это выполнение создания таких мастерских специальных современных, распределенных по всему городу. И о них я буду рассказывать. Сначала Кирилл, пожалуйста, у тебя 5 минут, а потом... Добрый вечер. Меня зовут Кирилл Глебовка. Спасибо за мир, представление. Спасибо за возможность выступить здесь. Собственно, я в нескольких, наверное, лицах представляю. Во-первых, я вообще сложился как изобретатель в такой необычной сфере, как изобретатель механического головолома. По-моему, интересно, я не знаю, а потом... После этого я могу показать кое-что. Также я представляю себе ЦМИД Дарвиновского музея. Это центр такой ресурсный, как лаборатория прототипирования. То есть куда можно было задумываться по плану американским. То есть кто-то, если не знаете, о программе ЦМИД. Куда может прийти человек с идеей. И наша задача помочь сделать так, чтобы можно было реализовать прототип любого устройства. Но на базе нашего ЦМИДа, помимо этой ресурсной базы, мы занимаемся социальными проектами. Один из которых – это клубный запретатель и бизионер. Мы собираемся по четырекам, обычно примерно в это время. И если у кого-то есть желание поучаствовать в коллективном творчестве, то мы с удовольствием вас приглашаем к нашему мозговому штурме. На самом деле, я не знаю, насколько один из меня зовёт меня. И меня такой... Собственно, я сначала хотел вас немножко попугать. Попробуй. Я сам испугаю вас, на самом деле. В действительности, есть чему попугаться. Мы, в принципе, живём сейчас в такие очень интересные времена, где масса процессов развивается по экспоненте. Мы люди образованные, представляете себе, что такое экспонент. Одна из таких притч, не знаю, насколько она нам продумана или продумана, когда изобретатель Шахман пришёл к Абсултану, наверное, и тому я очень понравился, он захотел его отблагодарить. И личный изобретатель попросил бы на первую работу. Одно зёрнышко на клеточку, на вторую два и так далее. То есть каждая клеточка в два раза больше, в итоге там получается зёрнышек больше, чем вообще люди выросли изо всю историю земледелия. То есть на каждом следующем этапе кривая растёт всё больше и больше. И мы сейчас находимся в таком очень интересном моменте. Собственно, может быть интересно, вот, кстати, кто-нибудь услышал такое имя Денис Меддобус? Один человек. Да, даже знаком. Не, не венера. На самом деле не венера. Да, дело в том, что в 1972 году был такой римский клуб, я не знаю, существует сейчас, нет? Да, существует. Такой, как клуб юридов международный, где решаются, исследуются такие глобальные процессы, тренды и принимаются какие-то стратегические решения. Вот, этот клуб заказал сферологическому университету в Сачусетске в МОНОВИТИ провести глобальное моделирование глобальных процессов. И была построена модель, учитывающая огромное количество самых разных параметров. И в результате, в общем, выводы были неутешительные. Что если ничего не изменить, в ближайшем будущем радикальных мер не предпринять, то в сомнительно недалеком будущем нас ждет какая-то очень серьезная катастрофа. Антиутопия. Неутопия. Да. Дело в том, что у нас растет по экспоненте численность населения. У нас... Да, 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 количество населения. Вот. У нас растет промышленность. То есть население? Ну, вообще-то... На самом деле. Знаешь, доказано, что это не методом моделирования. Хорошо. Я с удовольствием поговорю об этом вопросе. Вот сейчас... Сильно рекомендую. Да. Ну, можно я потом обсудим во время этого вопроса? Вот. Соответственно, растет промышленность. Вместе с промышленностью растут выбросы в окружающую среду. Вот. И одновременно, собственно, мы уже с 80-х годов так и получается, что мы уже потребляем больше, чем восстанавливает и успевает окружающая среда. То есть, если мы растем вот так вот, потребление ресурсов, то сами ресурсы, которые когда-то были в неизменном уровне и успевали восстанавливаться, с определенного момента стали уменьшаться. Как вы думаете, в какой момент настанет вот та самая точка, когда возможности природы пересекутся с нашими потребностями, которые растут с каждым днем очень-очень интенсивно? 30 лет. 30 лет. Она уже настала. Другие версии есть. Она уже настала. Уже. Она уже настала. Нет. Еще не настал. На самом деле, у нас пока есть ресурсы. Нет. Просто диаграфически. Есть места, где эта точка уже давно пройдена. Конкретно Китай, Вьетнам и так далее. Где уже жить нельзя. Они просто там и поставляют нам то, что уже сами не едят. А есть места типа наших, так сказать, и бета, и прочее, и прочее. Нам в этой точке еще и близко. Хорошо. Какое решение нужно? Можно пожаровать? Можно пожаровать? Мы спросили. Дело в том, что... Экспоненты? Уступить не стоит этим самым сетям. Сетям. Все. Это будет новость, почему? Да. Тоже будет насыщение. Но это будет тихо. Ну, суть в том, что, согласно вот этой модели, и, кстати, говоря, вот Медонсин опубликовал много исследований некоторое время назад, получается так, что, несмотря на вот эти предупреждения, которые были сделаны, пока все идет к нуля-кучшему сценарию. Конечно, модель – это модель. Что в нее заложено, что в итоге и получишь. Нельзя это рассматривать как такое предсказание, пророчество. Но суть в том, что в 2040-2050 году ожидается кризис такого масштаба, который, собственно говоря... Вам и не снилось. Ну, не только вам, а, собственно говоря, в истории человечества не было. То есть любые перипетии, катаклизмы, перетрубасы на уровне Второй мировой войны, и так далее, и так далее, и так далее. Все несущественное, по сравнению с тем, что нас ждет. Нет? Вообще не страшно. Инноваторы не пугаются. Инноваторы не пугаются, смотри, вот, у нас теперь нет проблем. Они решают этот вопрос. Отлично, да. Вот. Но, действительно, есть очень интересный, другой взгляд на это на все. То есть существует представление о технологической сингулярности. То есть одни футурологи предсказывают вообще ужасное будущее. И прекрасное. Да. И, кстати, говорят, что, согласно Видоузу, система уже вышла из-под контроля, и теперь нам осталось только. Какая машина, которая уже отрывалась от земли. За лекарство осталось. Вот. Осталось только держаться со кресла, в общем, а сами уже особенно повлиять не можем. Но, тем не менее, есть другие футурологи, которые одновременно предсказывают к тому же самому 40-50-х году совершенно другой сценарий. Они говорят, что нас ждет общество изобилия и пасхитания. Но в действительности нам очень трудно сейчас предсказать, и, собственно говоря, мы, я думаю, не выясним, какой сценарий нас ждет. Ясно, совершенно точно, очевидно, что при жизни этого поколения, в общем-то... Да, потому что студенты хотят мне задать уже раз. Сейчас, нужно секунду. Скучного будущего уже. Не будет. Скучного будущего не будет? Не ожидается. Скучного точно не будет? А он уже тогда там стоит, то есть как собирает. Пожалуйста. Вот. Нет. А я не могу. Замерим. Вот. Вот. Но, собственно говоря, существует большая интрига того, что будет. Либо большая катастрофа, либо что-то. Хорошая, кстати говоря, технологическая сигнализация. Это вопрос такой. Не только позитивная трансляция, а также... А тоже полную историю, Олег. Вы что-то говорили? Ну, так же. Ну, хорошо. Суть в том, что мы находимся в некоторой, ну, уже не стартовой точке, но тем не менее. То есть, чем раньше мы начнем влиять на траекторию ракеты, собственно говоря, малое воздействие на старте приводит к очень серьезному учреждению траектории. Вот. И от нас сейчас фактически очень серьезно зависит, как бы ни казались наши усилия там скромными, насколько мы сможем эффективно объединить наш потенциал. От этого зависит, собственно, тот сценарий, который нас ждет. Либо катастрофа, либо, можно сказать, Бог даст изобилие, но, собственно говоря, почему я это все говорил? Именно потому, что в нашей инициативе, собственно говоря, вот этот вот клуб изобретательных ризионеров, мы пытаемся пробовать новые формы, и сейчас есть идея попробовать запустить такой проект, как клуб практической философии. То есть, фактически... Я думаю, что большинство людей знают, что философия в гречном переводе как любовь к мудрости, и человечеством накоплен уже огромный опыт того, как по уму должна быть устроена жизнь, с добродетельными, с кулагой и так далее. Но, увы, в институтах нас учат почему-то иногда другого, как разводить, впаривать и так далее, повышать HPI. Ну, плевать не всем. Вот. Так вот, собственно, у нас есть такая инициатива, как организация клуба общения, в который люди могут прийти со своими инициативами и стать единомышленниками о том, как поплатить самые разные социальные проекты. Да, социальные и, в принципе, любые проекты. У нас действительно, как у группы изобретателей, есть масса самых различных ресурсов, как и сетевой структуры. И вот я, собственно, приглашаю всех вас принять участие в этом открытом проекте. Вы можете у себя это где-то организовывать, можете присоединяться. На нашей площадке приходите. Спасибо. Спасибо. Андрей Павлович. У меня есть предположение, что оба варианта от двух временных группы, а все зависит от того, от плохого состояния человека, как он переживет это. То есть для таких обычных людей, как мы, для нас это будет антиутопия, потому что в будущем ты не сможешь позволить себе то, что будут иметь богатые. Для них это будет все так же одинаковое и все так же непосредственно. Допустим, как к примеру, вот есть такая предыдущая члена, как Барканер 40 тысяч. За нее берется основа нашего времени, до 40-го тысячелетия, что в 30-х тысячелетий была глобальная война, за землю и все прочее. После этого человек восстанавливается, но как раз приходит к этим проблему, то, что богатые живут все ночь богато, а бедным приходит рейд. Андрей, я отлично тебя не имею в виду одну метафору. Когда ты делаешь Баркан, как Барканер 40 тысяч на будущее, и смотришь на ситуацию, в которую она посещает делать Баркан, и получается, что ты идешь вперед, с головой повернутая назад. Чуть-то неправильно упринять образ. А вот вы сейчас как жили, как нувориши, если сравнить вас там 3 века, например, назад, каждый самый бедный бомж нувориш, по сравнению с теми, там, скорость, которая там принесла, это вообще все. Каждый из вас через 10 лет миллиардов. Каждый, запомните мои слова. По уровню нынешнего благосостояния. Не-не-не-не, ты не будешь деспособны именно на такие удовольствия. Спасибо, Ярослав, ты наконец-то меня заладил. Не, инфляция, она сделает нас всех миллиардерами. Друзья, смотрите, еще есть вопросы? В четверг, Тимит Дарвинов. Да, тут есть список, где только он входит. Кто хочет, пожалуйста, запишите свои контакты, мы вас включим в рассылку. Добрый день. Спасибо большое. Главный главный эксперт. То есть, пока я беру константин, пожалуйста, и диспал, потом вычеркнули тоже. Как раз развитие того, что делается в центре оборудования дачи, можно развить в последнее время.